От Эрмитажа до Лондонской национальной галереи один клик. Крупнейшие музеи в разных уголках мира предоставляют бесплатные онлайн-экскурсии. Теперь, чтобы увидеть улыбку Монализа или другие произведения искусства, побродить по просторным залам, не нужно выходить из дома. Все это можно сделать виртуально, например, перенестись во Францию, в Лувр. Все, что необходимо сделать – сесть за компьютер, выбрать музей-экспозицию и наслаждаться тем, что обычно скрыто от глаз посторонних. Вот, кстати, и Джоконда. Открыв следующую вкладку, перемещаемся в греческий зал с могучими богами и прекрасными афродитами. Пара кликов мышкой, и мы уже с вами в Ватикане рассматриваем фрески Микеланджело в Сикстинской капелле. Можно даже увеличить и все рассмотреть детально. Никаких столпотворений и ограничений по времени – очевидный плюс культурного досуга онлайн. Руководствуясь этим, сотрудники одного из главных музеев северной столицы России организовали акцию «Эрмитаж без очереди». Виртуальный зрительный зал появился и в Музыкальном театре Республики Крым. Транслируют спектакли из своего золотого фонда. Красой моей, там будут в том меня, за что янца должны мы удостоить. Не возвращайся. Ну а если душа поет или просится в пляс, другими словами, уж очень хочется оказаться на концерте любимого музыканта, а все мировые турны перенесли на неопределенный срок, интернет и гаджеты снова приходят на помощь. Посмотреть концерт можно по пути на работу прямо с телефона. Удобства, кстати, распространяются не только на зрителей, но и на артистов. Леонид Агутин исполняет самые популярные песни в обычной домашней одежде и комнатных тапочках. И все же некоторые от сцены отказаться не готовы. К примеру, музыканты из группы B2 поют в пустом зале. Фронтмен группы Coldplay Крис Мартин устроил песенный марафон и пообщался с фанатами в прямом эфире на своей странице в Инстаграм. В мировое турне можно отправиться и самому, устроить виртуальную экскурсию по самой длинной и старейшей улице Нью-Йорка Бродвею, рассмотреть главный символ Соединенных Штатов, Статую Свободы. А когда и это наскучит, добро пожаловать в самое сердце Парижа, на проспект Анатолия Франца, где находится Эйфелева башня. Наталья Жадько, Сергей Козырь. Утро нового дня.